Вообще, вот эта вот медийность, которая захватила сейчас все и которая диктует, она, посмотри, играет в том числе и очень смешную роль. Вот тут, помнишь, был у нас схиегумен Сергий, да? Как же забыть его. Да, вот он, судя по всему, страдает серьезным медийным недержанием и страшно огорченный тем, что про него забыли, что он погас на медийном небосклоне, что его не цитируют, что его не показывают по телевизору. Он долго думал, как бы вновь вывести имя свое в топы ютубовые и придумал. Он решился на откровение о своей духовной дщери, о Наталье Поклонской, и с какого-то перепугу он на свою эту духовную дочь набросился. А сейчас она, вот несмотря на все свои фортеля с Матильдой, несмотря на все эти метания, согласись, она, в общем, симпатичный человек, который ищет какую-то правду, ищет, в общем, я бы сказал, мучительным, сложным, дурацким путем, но она не так проста. А вот Схейгумен, он вдруг взял и объявил о ее блудной связи и прелюбодеянии, причем не с кем-нибудь, а с Владимиром Соловьевым. Да, меня это тоже несколько озадачило. Причем он сделал это так подло и так въедливо, как будто бы вот он нам преподносит тайну ее исповеди. А Соловьев... Что его тоже очень хорошо характеризует. Да, а Соловьев это действительно то пятно, которое не отмыть ни с какой женщины. Но, как выяснилось, в общем, Схейгумен все перепутал. Да, это был Соловьев, но Иван, и это был не блудный партнер, а муж, а Схимник, как всегда, все попутал. И вот еще публику, как я понимаю... Вот и исповедуйся ему после этого, Александр Глебович. Ну, Оленька, вы знаете, я не предполагал ближайшее время. Я считаю, что это прекрасный, прекрасный повод задуматься многим людям о правильном выборе. Да, вот бедняжка, он там где-то там затаился и теперь злобно шамкает, но он добился своего. Мы опять говорим о нем, и сейчас мы с тобой в эфире эхо. И, может быть, где-то далеко за Уралом, заросшее, бородатое, под скуфейкой, с нарисованными крестами лицо Схейгумена Сергия озаряется счастливой улыбкой. Потому что, действительно, человек порой переходит в то качество и состояние, когда ему абсолютно все равно, что о нем говорят. «Важно, что вы говорили», да? И он ради этого может, ну, не знаю, начать выпёрдывать неоконченную симфонию. А это мысль. Я не знаю, почему именно это тебе кажется мыслью, Оля, да? Но это лучше, чем «Тайна исповеди» и вот эта вся чикарная... Нет, ты знаешь, уж лучше пусть будут «Тайны исповеди».